Добрый вечер! В Ленинграде продолжала звучать музыка. И сегодня вы услышите произведения, которые были написаны в блокадном городе, звучали в исполнении артистов концертных фронтовых бригад, украшали программы в годы эвакуации консерватории и исполнялись непосредственно в ее стенах. И откроет наш вечер фортепианная музыка Сергея Васильевича Рахманинова. Рахманинов. Этюд-картина «Ре-минор», опус 33 номер 5. Исполняет Арина Степанец. 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 Играет музыка Играет музыка Играет музыка Никогда не болевшие звуки умирают Куда они делись? Многоверстные отголоски пароходов и поездов Золотое гудение рынка Деловитая скорость трамваев Изнывание патефонов Маркование голубей Даже дети свое отзвенели Даже вдовы свое отрыдали Город каменными губами Обеззвучен И один только стук метронома Вот это пульсирует Кай, учащенно и неотступно Жив, жив, жив Анатолий Новиков Эх, дороги На стихи Льва Ашанина Исполняет Андрей Шагидевич Баритон В партии фортепиано Александра Шелко Анатолий Новиков Холода, тревоги Да степное бурья Станье, Божьи Тони в своей Божь от Крымя сложишь Посреди степель Вьется выпадь За боками, полями и лесами А кругом пушует плавя Тобу и свистя Эх, дороги И в пыль Молода, тревоги Красти в той бурья В истрем грябет, в горах прожить, Твой душон в яге неживой лежит. А дорога дальше мчится, пыльится, кубится, А кругом земля трепится, Чужая земля. Эй, дороги, ты готова, Холода, тревоги, да степной бурья, Край засловый, солнце свое, У крыльца родного от сыночка ждет. Хипи с крайними морями, степями, лугами, Все глядят во свет за нами, Родные глаза, Эх, дороги, пыль до туман, Холода, тревоги, да степной бурья. АПЛОДИСМЕНТЫ Имя композитора, музыку которого вы сейчас услышите, теснейшим образом связано с блокадным Ленинградом. Это Дмитрий Дмитриевич Шестакович. С первых же дней блокады композитор стремился принять самое живое участие в судьбе горячо любимого города. Он вступил добровольцем в ряды народного ополчения, работал на оборонительных рубежах в составе консерваторской бригады, где студенты и педагоги бок о бок выкапывали противотанковые рвы, устанавливали огневые точки, строили дзоты. Затем вместе с Владимиром Сафраницким он записался в пожарную команду, которая несла дежурство на крыше здания консерватории. Вскоре Дмитрий Дмитриевич занялся другой работой. Он делал переложения произведений для концертных фронтовых бригад, заведовал музыкальной частью Театра народного ополчения и, наконец, приступил к монументальному сочинению Седьмой симфонии, которая впоследствии стала настоящим символом города-героя Ленинграда. Сегодня же мы услышим фортепианные прелюдии Дмитрия Дмитриевича из цикла, написанного за десять лет до войны. Шостакович. Шесть прелюдий из цикла «24 прелюдии для фортепиано. Окус 34» исполняет Тимофей Калмыков. Ирина Дмитриевич. Субтитры подогнал «Симон» 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА Едва занёс на город руку. Так пусть же мир сегодня слышит Салюта русского раскат. Да! Это мстит, ликует, дышит Победоносный Ленинград! Сергей Сергеевич Прокофьев. Соната номер семь. Си бемоль мажор для фортепиана. Третья часть. Исполняет Тимофей Калмыков. crít tää secret. Девчонки нравон. Исполет überрожал вас. АПЛОДИСМЕНТОМОКО. АПЛОДИСМЕНТОМОК. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие друзья, огромное спасибо всем вам за то, что вы сегодня были с нами и сопереживали нам и чувствовали вместе с нами. До новых творческих встреч! Надеемся, они будут спорами. Спасибо!